доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника как и всегда возвращаемся на финансовые рынки продолжаем следить за основным фундаментальным фоном это как он влияет на динамику финансовых инструментов пользуясь случаем хочу напомнить друзья не забывайте подписываться на наш канал чтобы быть в курсе всего видео контента которые мы туда добавляем ну что ж вчерашняя торговая сессия прошла под эгидой распродаж рисковых инструментов мы это прекрасно видели особенно на азиатской сессии повышенного спроса на защиту произошло это после того как ни с того ни сего президент сша дональд трамп принял решение увеличить пошлины на китайский экспорт общей стоимостью в 200 миллиардов почти в два с половиной раз ну то есть не почти в два с половиной раза с 10 до 25 процентов и потенциально они вступят в силу уже в эту пятницу действие которое было направлено на усиление давления на китай чтобы форсировать события по подписанию торгового соглашения очень конечно же странная тактика мягко говоря агрессивная но вот так уж сложилось друзья что благодаря такой тактике он обеспечил себе практически историческую двухпартийную поддержку ну наверное если порассуждать на эту тему понимаете что перед выборами это нужная штука как бы то ни было друзьям позиция трампа вернула на рынок к риски которые были связаны с более мрачными перспективами за темпы мирового экономического роста и мы традиционно опять же эти риски с вами анализируем через автоматически тот же повышенный спрос на защитные активы инструменты которым относится всем известная иена франк облигации и распродажи рисковых активов их от традиционно сбрасывают когда на рынке вот подобный фон если говорить про рынок нефти я думаю друзья вы также все прекрасно видели мы оказались ниже 70 долларов за баррель это было связано с тем что более слабые потенциальные темпы экономического роста мировой экономики если все-таки сша и китай в конце концов уйдут прежнюю торговую войну и темпы роста безусловно пострадают это скажется на спросе и приведет к более низким ценам на углеводород однако на рынке был фон компенсатор в данном случае мы изначально предположили что такая позиция станет причиной того что китай может и вовсе отменить и переговоры очередной раунд переговоров который был запланирован на этой неделе но вчера представители китая сообщили о том что переговоры состоятся это немного успокоил рынок поскольку появились надежды на то что все-таки страны вернутся к переговорам и еще один фактор поддержки это взрыв на одном из крупнейших экспортных терминалов саудовской аравии тут же трейдеры стали кумекать о том как это отразится на на будущем предложение спросе и так далее в итоге видим то что видим котировки сейчас улетели выше 70 долларов а за на баррель и сегодня друзья у нас на повестке еще один отчета важно это данные от американского нефти будем разбирать все их с точки зрения репетиции перед официальными данными если запасы друзья в очередной раз увеличится я думаю что это будет хороший предлог для того чтобы вернуться к рискам за глобальный темп экономического роста еще приурочить к этому статистику настраиваться на определенные данные от официальных источников от минэнерго завтра и рассчитывать на то что котировки снова уйдут ниже 70 долларов за баррель поэтому идея на сегодня стал стоп 7090 евро против доллара 1 1212 я друзья предлагаю посмотреть на статистику вчерашнего дня у нас были неоднозначные данные во первых это по германии сфер услуг лучше чем прошлое значение но на этом позитив закончился потому что как только вышли данные по сфере услуг активности в этом а секторе по еврозоне стало ясно что все-таки еврозона испытывать те же экономические трудности роничные продажи друзья просили я традиционно вам не раз уже говорил что роничные продажи нам дают ответы относительно того что происходит с инфляцией при снижении розницы мы также с вами делаем ставку на то что и скорее всего слабые данные будут по инфляции поэтому в целом сохраняются а беспокойность за перспективы роста еврозоны я думаю что во втором квартале ввп еврозоны составит в лучшем случае на целых три десятых процента мы по-прежнему друзья ставим на то что идея сохранения низких стал течение длительного периода времени а будет крайне актуальной и дальше поэтому я предлагаю использовать текущую слабую экономическую конъюнтуру да еще и вот ситуацию вокруг отношения сша и китая как возможность для того чтобы продать евро по более хорошим уровнем в том случае если периодически возникает рост я рекомендовал делать это чуть выше отметки 1 127 доллар иена 110 60 сегодня мы опять снижаемся все это следствие полученного спроса на японскую валюту японец это классический защитный инструмент доллар в этом случае проигрывает поэтому раз уж про нефть мы говорили уже с точки зрения того как решение трампа отразилось опять же на глобальных настроениях я думаю что в контексте доллара и иена эту тему можно опустить и добавить еще данные по рынку труда которые вышли в пятницу до сих пор рынок конечно же их продолжает анализирует ведь это non-farm perils и больше всего вопросов как и предполагалось изначально вызвали данные по зарплатам темпы роста которые продолжают стагнировать логика здесь друзья очень простая при недостаточном росте доходов разумеется под вопросом остается и рост инфляции а без наличия устойчивых растущих инфляционных ожиданий филизера не сможет вернуться в политике высоких процентных ставок и не сможет тем самым поддержать все доходности американского долгового рынка и толкнуть доллар вверх поэтому доллар иена в приоритете снижение впереди у нас поддержка 110 мы в принципе на азиатской сессии вчерашнего дня ну почти протестировали там 110 20 я думаю что снижением глубже это вопрос ближайшего времени доллар канадец 1.3417 предлагает сделку болимец уровня 1.3380 канат вчера помогла нефтянка которая скорректировалась но отнюдь не вошла скажем фазу роста с возможным обновлением локальных максимумов я думаю что дальше будет друзья только хуже потому что на рынок все-таки будет приходить более осознанная позиция того что трамп не просто так поднял вопрос о новых пошлинах скорее всего позиция китая по многим вопросам его кардинально не устраивает и он будет теперь проводить вот политику более агрессивных действий это конечно же снижает вероятность того что соглашение будет подписано в ближайшее время торговые риски для канады очень важны потому что это экспортная экономика и вчера на пресс-конференции стивена полза который владеть возглавлять банк канады было также отмечено что именно риски за перспективы роста мировой экономики для канады остаются одними из основных поэтому пользуемся случаем друзья покупаем дешево а пару и ориентируемся на тест а уровня 1.35 австралийц против доллара 070 40 сегодня кто-то возможно был разочарован реакции австралийцы на данные по решению процентной ставки но не стоит друзья потому что ставку да не снизили сейчас но это не значит то что я не снизит позже просто резервный банк австралии решил посмотреть что будет дальше с статистикой и по-прежнему возлагает очень большие надежды на национальный рынок труда но и зря потому что этот сектор на мой взгляд один из самых уязвимых мы это видели уже неоднократно по данным по австралийскому рынку труда мы знаем что еще одним стопором для жесткой монетарной политики и триггером для проведения мягкого экономического режима в австралии является низкой инфляции и сегодня за буквально несколько минут до решения поставки вышел отчет по роничным продажам мы убедились в том что розница активность потребителей оставляет желать лучшего это одна из компонентов которые влияют на показатели инфляции поэтому мы ждем слабые данные по индексу потребительских цен и мы ждем еще наручирование по рынку труда что должно уже сохранить автор лица против доллара ниже 070 мы уже щупали этот уровень друзья это на мой взгляд уже новая реальность для австралийца будем ждать закрепление пары ниже этой отметки в расчете на то что впоследствии увидим уровень и 067 068 это как долгосрочная сделка на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания